У складания вянков и кветок до войсковых мемориалов на ведване пограничных застауди у первой годины Великой Чыной войны солдаты и офицеры героично уступили у братьбу с фашистами-захопниками. У Гродинским районе пройшел памятный аутопробег, инициаторами якого выступили региональные улады и областная организация Белорусского союза Жанчин. У дельники патриотичной акции, а это свыж сотни человек, накировались по мясцинам боевой славы, и кабушеновать память Ахвяр самой жорсткой войны в истории нашего народа. Владимир Лобен так само долучился. Центральный сквер городского поселка Сапоцкина Гродинского района. У дельники памятного митинга, у простонники улады, громадских объединений и организаций сбираются калябратские могилы советских воинов и партизан. Хвилины молчания и усказанием кветок до мемориала присутные отдают зданину поваги солдатам-фицерам и мирным жихарам, которые загинули в просьбе с фашистскими оккупантами. У рамках мероприемства открывается информационная табличка с QR-кодом. С ягода помогает теперь каждый изможно отримать на мобильный телефон подребезные звездки о боях Великой Айчинной на приграничной Сапоцкинской земли. Мы сегодня находимся на священном месте нашей Родины, вблизи государственной границы, где наши пограничники, вчерашние мальчишки, курсанты, школьники приняли жесткий бой. И в этот первый день войны сделали свой выбор, так же, как и все Беларуси. Это выбор за свободу, это выбор за независимость, это выбор за жизнь и сохранение преемственности поколений. Июнь страшный месяц 41-го года, когда в буквальном смысле земля и небо сошлись в грохоте артиллерийской канады, во взрывах бомб. И сегодня, и на протяжении всей недели мы будем вспоминать самый скорбный час для белорусского народа. И этот день памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа самая кровавая в истории белорусского народа дата. И сегодня на митингах здесь, в Сапоцкино, и во всей Республике Беларусь приходят активисты, приходят неравнодушные люди. Это своего рода молитва за Беларусь, за ее процветание, которое вознаменуется 22 июня во всех храмах Республики Беларусь. Мы действительно отстояли страну и должны ее отстоять снова в этой нелегкой политической ситуации, которая сложилась на нашей планете. У каждого человека есть своя история, связанная с Великой Отечественной войной. Есть она и у меня. Будучи студенткой, я участвовала в работе историко-литературного кружка, который вела удивительно увлеченный человек. Мы занимались активно поисковой работой и в лесу нашли могилу неизвестного солдата. А рядом на сосне были выжжены слова. «Я вечно не приемлю. Зачем меня погребли? Мне так не хотелось в землю с любимой моей земли». Позже, в ходе поисковой работы, я узнала, что это слова были Мариной Цветаевой. А могила неизвестного солдата – это могила совсем еще юного мальчишки. 17-летнего мальчишки, который любил поэзию Марины Цветаевой и сам писал уникальные стихи. Он был зверски замучен фашистскими оккумпантами. Я эту историю пронесла через всю жизнь и всю жизнь занимаюсь поисковой работой. А сегодня именно почему Гродненский район был выбран в качестве мероприятия для молодежного крыла нашей Гродненской областной организации Белорусского союза женщин. Потому что в этот день принято вспоминать о тех людях, которые первыми приняли на себя бой фашистских оккупантов. Они не дрогнули, но они все погибли. После митинга удельники акции «Аутоколонны» накироваются до не меньше знаковой кропки принемания заставами героя Советского Союза Виктора Аусова. Тут у далеких 41-м годов пограничники разом с молодым командиром приняли неровный бой. Коштом уластного життя до опушек патрона стремлюли ворога. А подвигу оборонцевой чины нагадывая пограничный музей боевой славы. А на заставе постоянно проводятся памятные мероприемства для дорослых и детей. Приезжают школьники со всей региона Беларуси. Также на заставе проходят летние оздоровительные военно-патротические лагеря, где каждый школьник имеет возможность ознакомиться со службой и бытом пограничника. По 3000 же ночью автопробег пройшел в разнекольких пограничных застав и по новоколе Агустовского канала. Тут каждый метр земли, заховывая память, обкрывала войне, якая забрала життя каждого третьего беларуса. В такой поездке по Гродненскому району, в посещении памятных мест, очень важных, а мы сегодня начинаем у самой границы, которая приняла первый удар. И, в общем-то, когда стоишь на этом месте, то понимаешь, какая хрупкая человеческая жизнь, какой хрупкий мир и как важно его сегодня защитить. У каждого был дедушка, который воевал, прадед, который ушел на фронт. К сожалению, многие из них не вернулись. Сегодня очень идет активная политика, чтобы подавить, чтобы принизить подвиг нашего народа, но мы, как никто другой, обязаны его беречь и хранить. Ведь память, она всегда очень многое значила для народа. И память о прошлом дает возможность нам строить прекрасное, светлое и мирное будущее. 22-го червня в нашей краине День памяти Ахвяр Великой Айчинной войны и геноциду белорусского народа. За гады на годы в марафон памяти протягнется у регионе. У каждом районе пройдут жалобные митинги, патриотичные акции и тематичные мероприемства. Их удельники, удячные насчатки, еще раз узгадают с неоцены подвиг героев, які отстояли мир народной белорусской земли. Продолжение следует...